76 лет назад под Сталинградом началось знаменитое контрнаступление советских войск. Переломный момент Великой Отечественной войны наступил 19 ноября 1942 года, когда в ходе операции «Уран» советская армия нанесла сокрушительный удар по силам врага. Освобождение города дало возможность жителям военного Сталинграда прийти в себя после продолжительных бомбардировок и обстрелов. Однако даже в военное время, несмотря на нависшую над городом опасность, сталинградцы продолжали учиться, работать, возводить военные и защитные сооружения. Одним из таких было бомбоубежище. Бегетовка – старый район в Кировском районе Волгограда. В годы войны здесь активно возводились различного рода оборонительные постройки. Были специально выкопаны щели, вот где мы сейчас живем, да, ну то есть такие вот, как канавы. Вот помешка начинается, он раз, вот человек на улице или там на станции, на территории, он раз в эту, понимаете, то есть поставили, и вот эти ежи ставили, и чего тут только не было. Именно Бегетовка первая подверглась бомбардировке 1 ноября 1941 года, когда война еще не докатилась до других районов Сталинграда. То есть нужно было систему противовоздушной обороны укреплять, потому что разведческие самолеты летят, и 1 ноября тоже летел разведческий самолет, или станцию бомбить, или завод наш, химпром, они рядом. А получилось, увидели людей, и чтобы создать панику, вот погибли первые наши люди. Основная часть строений, предназначенных для защиты мирного населения, приходилась на цокольные этажи домов. На первый взгляд, обычный подвал во времена войны был единственным спасением от гибели у мирных жителей. Вот у меня в руках здесь воспоминание, написанное рукой моей учительницы, которую я очень-очень любила, Раиса Ефимовна Горбатовой. И она описывает, как в 1941-1942 году, где они учились, то есть в школе, был уже в госпиталь, а дети должны были где-то учиться, их разделили на группки, и они вот учились. То есть вот они, если учились в помещении, вот на этом этаже, на первом, а как только бомбежка, они спускались и сидели на этих трубах, и ждали, когда закончится. Благодаря бомбоубежищам в школах продолжали учиться дети. Идет урок, вдруг объявляют воздушную тревогу. Мы собираем свои пожитки принадлежности и опускаемся в подвал нашей школы, в кавычках, вы поняли, да? Квартиры. Урок продолжается там. Сидим на трубах. Отбой. И мы выходим из склепа труб, заглушек и так далее, где воздух тяжелый и сыро было под ногами, они выходят опять в комнату, ну, в квартиру. Хорошо, если есть вода. Так иногда бывает три-четыре раза. Редко один раз в день. Сейчас многие бомбоубежища в Бекетовке заброшены и похожи на обычные подвалы. Некоторые из них бесхозные, другие используются в качестве временного жилья. Новая эпоха не обошла бывшие бункеры стороной, и теперь они превратились в складские помещения или выполняют функцию слесарных мастерских, или служат убежищем для лиц без определенного места жительства. Но такая картина не везде. Система гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций продолжает работать, и лишь на первый взгляд эта работа не видна и не слышна. Профильный комитет в администрации Волгограда занимается как раз содержанием и обслуживанием действующих убежищ и подготовкой специалистов в этой сфере. Нам удалось побывать в сердце одного такого бомбоубежища – камеры обеспечения жизнедеятельности. Скажем, сразу находится это в оживленном месте города, и тысячи волгоградцев каждый день над ним проходят, даже не подозревая о существовании такого убежища. Съемочная группа «Высоты 102» стала первой, кто получил возможность спуститься в этот подземный лабиринт с видеокамерой. Первые шаги по длинному тоннелю – самые напряженные. Ты словно шагаешь в неизвестность. Место поистине уникальное, напоминает кадры из фантастического фильма. Дизель, электрические станции, скважина с питьевой водой, вентиляционные системы очистки воздуха, мастерские, резервуар с горючим, санитарные узлы и другое оборудование. Это лишь небольшой список того, что есть внутри. Конечно же, никакое убежище не может обойтись без штаба, главная задача которого – связь с внешним миром и решение вопросов управления транспортом города. Кстати, всего убежищ аналогичного проекта в России два. Одно из них находится в Волгограде. Из камеры жизнедеятельности в помещения, где располагаются укрываемые, поступают электричество, вода, чистый воздух. Система трубопроводов окрашена в определенный цвет в зависимости от предназначения. Предусматривается непрерывное пребывание людей в убежище до двух суток. Предусмотрена противопожарная защита помещений, камеры жизнеобеспечения. В случае введения военного положения сотрудники метроэлектротранса принимают участие в перевозке людей. Кроме того, их задача – помогать в эвакуации граждан. Люди, прибывая на станцию, распределяются в тоннели скоростного трамвая и размещаются в тоннелях до поступления команды «Отбой воздушной тревоги». Здесь их направляют работники метротрама, где они должны размещаться. После того, как люди зашли в тоннель, закрываются тоннели тоннельными затворами. Увы, всего того, что есть в подземном городе, нам не показали, в том числе из-за статуса спецобъекта, который имеет это убежище. Но заверили, что в случае опасности волгоградцы без защиты не останутся. Осталось пожелать, чтобы у горожан никогда не было повода проверить это на себе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова